Добрый день, уважаемые слушатели! Пожалуйста, напишите, слышите ли вы меня, видите ли вы меня, и как вообще лучше повыше поднять, и как у вас вообще настроение. Сегодня у нас день отдыха от футбола, и мы можем заняться немножко нашей историей с галерейным бизнесом. Напоминаю, что это дополнительное в результате занятие марафона, которое проходило на прошлой неделе, марафон нашей замечательной Мосарт-школы, первой онлайн-школы творческого менеджмента в России, и мы постараемся, я постараюсь сегодня быстро, но достаточно подробно рассказать, что же такое галерея, и как начать работать в галерейном бизнесе. Слышно меня? Можно ставить плюсы, можно писать «слышно», можно еще как-то по-разному выражать свои эмоции. Итак, меня зовут Елена Куприна-Лихович, возможно, многие из вас меня уже слушали, а сейчас мы начинаем. Итак, что же такое галерея? Ну, если мы посмотрим в энциклопедию, мы увидим, что, в принципе, галерея – это как бы архитектурное сооружение. Но, тем не менее, мы галереей с вами называем место, где показывают изобразительное искусство. Почему так? Потому что в начале, в самом начале, люди, обладающие большими домами, с архитектурными конструкциями галереи, очень любили вешать там искусство. Сейчас у вас на экране галерея Дория Памфили в Риме, где как раз вот так вот шпалерненько. Что такое шпалерненько? Это очень тесно, очень близко друг к другу, развешанные картины, прекрасные. Вообще, с названием галерея у нас есть некий казус. У нас один из основных музеев страны называется Третьяковская галерея, при том, что там ничего не продают, но тем не менее. Вот, посмотрите, справа внизу на слайде вы видите то, как картины размещались изначально у Третьякова. Когда еще был сам Третьяков. А слева вы видите то, что в архитектурном плане называется галерея. А сейчас на картине тоже галереи. Галереи бывают очень разные. То есть вот здесь мы видим такой типичный интерьер музея, но это может быть музей-квартира Роснецова, но точно так же могут выглядеть и антикварные салоны, которые тоже называются галереями. Итак, какие же бывают галереи? Так, не видно и не слышно. Всем не видно и не слышно? Или только некоторым? Вот Евгения и Александра не видно и не слышно. А, вы отвечаете. Хорошо. Итак, галереи бывают магазинами, салонами. Они бывают проектными пространствами, они бывают выставочными залами, они бывают так называемыми артистранцепейс, это место, которое управляет непосредственно самими художниками. И бывает то, что мы называем в арт-бизнесе галереи, это галерея-галерея. Даже вот есть такой термин. Он, конечно, неофициальный, но галерея-галерея. Потому что галерея-магазин, она имеет свои отличия, как и все остальные пространства, которые часто в своем названии имеют слово «галерея». Итак, вообще изначально коммерческая история такая, что галерея, она имеет свою целью извлечения прибыли, то есть является коммерческой организацией. Здесь у нас тоже небольшой перекос, потому что в конце 80-х годов, когда только в России организовывались первые официальные галереи после перестройки, галереи вследствие отсутствия других пространств для презентации современного искусства часто занимались и занимаются до сих пор некоммерческими проектами. Совсем некоммерческими. Но тем не менее, изначально в основе своей галереи это коммерческая организация, но вот магазин имеет тоже свои отличия. Если мы видим место, где продают картины и не только картины, а разные предметы искусства, но при этом это место не ведет собственной политики, а просто продает то, что быстрее и лучше всего продать, это, конечно, просто магазин или салон. На картинке вы видите типичный интерьер, опять-таки, антикварного салона, а внизу вы видите, как ни странно, интерьер галереи Гарри Гагасяна, которая при всем уважении тоже является своеобразным магазином. Почему? Потому что она не растит художников, а берет уже произведения условно готовых авторов, которые хорошо продаются. На этом слайде мы видим проектное пространство. То есть проектное пространство, несмотря на то, что тоже часто называется галереей, оно обычно является некоммерческим, но оно имеет свою политику и имеет очень крепкие связи с сообществом. То есть, в принципе, это и есть основная идея проектного пространства, объединяясь вокруг себя сообщества, как само художественное сообщество, так и сообщество людей, которые интересуются искусством. Но она ничего не продает. Здесь вы видите, собственно, турбинный зал галереи Тейт Матерн. Тоже галерея, но она ничего не продает. Это проектное пространство. Вот еще, пожалуйста, примеры проектных пространств. Внизу проектное пространство винзавода, который тоже ничего не продает, потому что это не галерея, а такое общее пространство для некоммерческих выставок. Наверху проектное пространство Центра творческих индустрий «Фабрика». Бывают выставочные залы. Часто вы, наверное, сейчас слышите, что выставочный зал района или выставочный зал соц. художников – это самая свободная форма организации. Он может вести как коммерческую деятельность, так и некоммерческую. У него может быть своя политика, а может и не быть своей политики. Ну и он наиболее свободен по этому. То есть понятно, что выставочный зал соц. художников, он будет скорее выставлять членов соц. художников и при этом что-то продавать из их работы. А может выставить и в какую-то выставку специальные программы, и ничего там не продавать. То есть может сдавать свое помещение в аренду под выставки. А может и не сдавать, а может делать собственными силами и по собственному как бы разумению. То есть вот на картинке выставочный зал «Манеж», у которой так и бывает. Там бывают выставки коммерческие, некоммерческие, даже как музейного качества, ярмарки, все что угодно. Такая достаточно свободная форма деятельности. И организована она может быть и как коммерческая организация, и как некоммерческая. Артист Трансбейс. На картинке галерея «Электрозавод», которая на самом деле больше, на мой взгляд, является проектным пространством, потому что объединяет молодых художников. Продает ли что-то галерея «Электрозавод»? Мне сказать сложно. Возможно, нет. Возможно, у них и в целях, и задачах стоит больше как бы представления собственного творчества в художественной среде, то есть знакомства художественной среды с творчеством вот этого конгломерата художников, объединенных вокруг этого пространства. А вот сейчас у нас, наверное, исторический слайд. Это тоже галерея. И, кстати, она была коммерческой, хотя, конечно, в те времена никто не регистрировал и галерейную частную деятельность, и вообще она была на самом деле запрещена. Это интерьер галереи «Аптарт» от слова «апартмент». «Апартмент арт», которая существовала в 1982-1984 годах прямо в квартире Никиты Алексеева, в которую он при этом непосредственно шил. Квартира была однокомнатная. Если галерея некоммерческая, за счет чего она существует? Этот вопрос мы обсудим сегодня чуть-чуть попозже. Вот, да, была такая галерея, причем единственная на тот момент в Москве, представляющая современное искусство. Места настолько не хватало, что, как вы видите, произведения размещались даже на потолке. Когда монтировалась выставка, хозяин квартиры Никита Алексеев сдвигал свою кровать в угол и как бы предоставлял полностью пространство для выставки. Вот, смотрите. Вот это тоже галерея. Располагается она в пальто. И называется она галерея пальто. Самое смешное, что она даже участвует в ярмарках. То есть не только, как бы сама эта галерея является не только коммерческой, как бы художественной акцией, но и является вполне себе такой мощной коммерческой единицей. Галерея пальто уже больше 20 лет. Изначально это был художественный проект таких художников, как Людмила Скрипкина, Олег Петренко из Одессы. Группа Перца называлась. И, собственно, вот художник, который мы видим в картине, это Александр Петриэль. У него есть никнейм «Карман». И он вот находится непосредственно в своем носимом выставочном зале. Галерея пальто очень популярна. Часто она продает 100% работ со своих выставок. На самом деле это очень полезный формат, потому что, первое, он позволяет действительно познакомиться людям, которые никогда не покупали искусство современных авторов и современное искусство с новыми художниками, потому что цены, как вы понимаете, небольшие. А тем не менее, даже знаменитые художники наши делают для Саши специальные серии работ, чтобы они помещались в пальто. И Александра с этой галереи приглашают на различные, даже международные январки. В принципе, в аренду ему нужен всего лишь один квадратный метр пола. И еще популярность этой галереи связана с такой интересной историей. Если кто-то из вас застал Советский Союз... Марина, вы меня не слышите? Если кто-то из вас застал Советский Союз, то, наверное, помнит, а если не застал, то слышал, что вот так вот из топовы продавали разный дефицит. Вроде сапог или красивой другой одежды. И вот, собственно, основатели галереи пальто заимствовали вот этот метод. А вы же понимаете, что на самом деле наш бывший советский человек очень любит покупать из-под полы. То есть, ну, поколение этим уже не страдает, а вот поколение постарше, ну, как привычка есть такая, что ли. Она никуда на самом деле особо не делась. С этим, кстати, связан тот же метод продажи и большого серьезного искусства. Когда в середине 90-х активизировался и стал, в общем-то, легальным антикварный рынок, использовался чаще всего такой метод, что никогда человеку нельзя было показать картину, которую уже показывал кому-то другому. Да? У нее тогда было мало шансов продаться, если ее уже кто-то видел, и от нее уже кто-то, допустим, отказался. И использовали такой метод, расставляли картины спиной к зрителю и по одной показывали. А ту вещь, которую ты понимал, что человек должен купить, то есть она ему точно понравится по его, как бы, вкусу, она вообще доставалась обычно откуда-то из-под стола, что вот это только специально для вас. Ну вот, значит, остановились на галереи пальта. Итак, что же такое галерея-галерея? Что на самом деле является галереей? Она имеет свою политику. Она ведет... Да, Гарри Тесенциан... Ну, Гарри Тесенциан где-то между, я бы сказала. Да, между. Он скорее больше похож на галерею Лугосян. Он в какой-то степени и преследует, да, он просто не в откровенно коммерческие цели. Это нормально, это хорошо. Ну, и вот такой, как вот, очень люксовый магазин. Но это не ругательство. Это тоже надо понимать. Вот, итак, галерея имеет свою политику. Галерея ведет круг своих авторов. Да, у нее есть свой круг клиентов. Она выстраивает коммуникации институциональные, то есть и с музеями, и с коллекциями, и с фондами, и с другими галереями, и с какими-то некоммерческими пространствами. Да, то есть она определяет, как художнику себя вести вот в этом вот очень сложном, на самом деле, мире. Занимается стратегией карьеры своих авторов, что очень важно, что вообще, если художник работает с галереей, он по-хорошему должен советоваться, где ему принимать участие в каких-то некоммерческих выставках, а где нет. А если художника, который работает с галереей, кто-то хочет выставить в другом проекте, в другом месте, то вежливо, конечно, позвонить галерею и спросить об этом, а не напрямую художнику. Это важный момент. Ну и, конечно, галерея, как коммерческая организация, должна заниматься продажами, должна расти цены и следить, очень важно, за судьбой проданных работ. Почему, например, как бы это ни парадоксально для нас звучало, намного сложнее найти хорошую работу, чем клиенты на нее. Допустим, вы начинающий покупатель, и вы хотите приобрести сразу какую-то серьезную работу и еще по достаточно небольшой хорошей цене. Вы пытаетесь обратиться в галерею. Вам говорят, окей, мы вам можем предложить вот это и вот это, а вот это не можем. Почему? Потому что никто не уверен. У всех авторов бывают работы хорошие, значимые и проходные. Художники-люди, у них бывают разные периоды, и даже в одном периоде бывают разного качества вещи. Вы возмущаетесь и говорите, как же так, я же заплачу за это деньги. Но галерист, агент-художник, не уверен в ваших дальнейших действиях. То есть если вы еще не, как начинающий коллекционер, еще не заявили о себе, если вы неизвестны в мире искусства, совершенно непонятно, что вы дальше будете сделать с этой работой. Может быть, завтра вы пойдете, выставите ее на аукцион и перепродадите. Будете пытаться перепродать. Или, как вот недавно у нас был случай, мы в реальном блошинном рынке нашли очень значимую скульптуру. Там что-то у людей поменялись планы, куда-то они переехали, и они просто взяли и какие-то вещи просто продавали, как на гараж сейли. Это нельзя допускать. Вот таких клиентов, конечно, им сложно получить хорошую работу. У них один путь сначала купить на аукционе и заявить о себе как о хорошем покупателе. Почему? Потому что потом, через много лет, когда галерея или другая уже галерея этого художника, или куратор какой-нибудь значимый, соберется делать ретроспективную выставку этого художника, у него должна быть в распоряжении запись, где какая работа находится, чтобы правильно выстроить эту ретроспективу. А если вы купили работу, и потом сами не знаете, куда ее дели, или перепродали, то есть такое, ну, как бы этот процесс будет очень затруднен. Далее. Ну, вот мы видим галереи такие типичные. Тоже вот вверху известная галерея наших художников, которая как бы антикварная, но при этом галерея галереи. Почему? Как можно вырастить антикварного художника? Тем не менее, можно. Галерея наших художников занимается и развитием рынка на какие-то ранее не очень заметные школы, например, Парижская школа, или там русские эмигранты из Франции. Занимается изданием, составлением очень таких академичных выставок и составлением каталогов Резонелл, художников, да. Но при этом она их продает. То есть, может быть, не все, может быть, коллекционер может дать вещь на выставку и сказать, что он не хочет ее продавать. Но тем не менее. Ну и внизу наша любимая галерея пальто. Это у нас самая смешная тоже галерея, но некоммерческая, это фонд Швейцария. Дальше у нас получается, сейчас мы немножко поговорим, все-таки что же такое изобразительное искусство и чем оно отличается от других искусств. Возможно, кто-то уже слышал от меня этот рассказ, он сейчас будет коротким, но это очень важно. Чем искусство отличается от других искусств? Почему галерея-галерея, во-первых, не стремится обязательно все продать и реализовать, во-вторых, часто продает намного позже, чем выставляет, да. И как бы как устроена вот эта вот галерейная политика? Надо разобраться, чем изобразительное искусство отличается от других искусств. Не буду загадывать загадки. Естественно, понятно, что прежде всего у изобразительного искусства есть обычный материальный носитель. Вы можете мне возразить, а как же перформансы? У перформанса есть фотодокументация, авторизированная фотодокументация, которая является авторской, имеется в виду авторизированной автором перформанса, и она тоже является материальным носителем, да. Видеоинсталляция или видеоарт имеет материальный носитель диск. Обычно видеоарт не передают в интернету, а следствие того, что это можно легко украсть, диск является тиражным. И чтобы он не портился, для экспонирования, например, на музейных выставках, создается так называемый дисплей-копия, как, собственно, и для современных фотографий, которые являются не фотоискусством, а искусством с применением медиума фотографий. Часто так бывает, чтобы они не выгорали во время экспонирования, и чтобы не пользовался диск-видео во время экспонирования, создается дисплей-копия, который после экспонирования уничтожается по акту, чтобы тираж ни в коем случае никогда не увеличился. Ну и приступаем к самому главному – структуру, образующую институцию. Давайте с вами сейчас ответим мне на вопрос. Какой самый известный писатель современный? Вот самый-самый известный, книги которого знают вообще все. Кто-нибудь может мне сказать? Ну, сделайте предположение, пожалуйста. Самый известный писатель современности. Ответьте, пожалуйста. Вот-вот. Со второго раза. Мураками, конечно, тоже очень известный, но Джан Роулинг самый известный. А как мы определяем, почему она самая известная? Что мы говорим? Что Джан Роулинг написала серию книг про Гарри Поттера, и продано было очень много миллионов экземпляров. Тираж. Тираж, соответственно, продажа. Стивен Кига, я уверяю, вас менее известен, чем Джан Роулинг, как ни печально. Тираж. Тираж продажи этого тиража. Много-много миллионов книг этих было продано. И у нее вот это есть известный, самый известный писатель. Музыка. Что такое золотой диск? Кто знает, когда группа получает золотой диск? Ну, сейчас, наверное, немножко уже не так, в связи с покупкой в интернете музыки, да, возможностей. Но вообще, вот, когда группа получает, что такое золотой диск? Это очень-очень престижно, когда у группы есть золотой диск. По-моему, миллионы. А вы уверены, что сто тысяч? Но все равно проданных. Понимаете, как бы неважно миллионы. Вот. Неважно, с каким количеством нулей. Но опять-таки, известность считается по проданным копиям. Окей, берем кино. Самые известные, ну, будем называть это студии, хотя это, конечно, конгломерат студий. Самые известные, кто у нас выпускает кино. Кто у нас самый известный в кино. И как определяется сейчас вот, кассовый сбор успеха в фильмах. То есть на первой неделе этот фильм собрал много миллионов долларов, да, и там еще есть интрига, что вот бывают такие фильмы, которые на первой неделе не собирают много миллионов долларов, а собирают это через два векента, например. Да, опять-таки, продажа, сбор денег, да. А что же творится в современном искусстве? Вообще в искусстве. Давайте посмотрим. Это очень интересно. То есть мы сейчас с вами поняли, что самыми известными авторами в искусстве, в литературе, в искусстве музыки, в искусстве кинематографа сюда можно отнести все исполнительские искусства тоже является кассовый сбор. Сколько было продано? И вот, внимание на экран. Кассовый сбор в искусстве, в известности, именно показатель. Я имею в виду не наше, не изобразительное. Смотрите. Вот у нас исполнительские искусства и тиражируемые искусства. Да? Кино, литература, музыка, театр, тоже крупные театры, да, самые известные театры, это крупные театры. Это гран-опера, правильно? Вот вы сейчас, сейчас мы дойдем, вы правильно делаете замечание, но вы немножко вперед бежите, что хорошо. У них у всех посредине стоит коммерческая организация. Вот тут написано слово «Волливуд», это как образец такой самой коммерческой машины. А некоммерческие фильмы, спектакли, некоммерческая литература, оно находится где-то на полях. Оно, безусловно, питает центр, оно питает коммерческую эту машину, да, потому что новые идеи нужны всегда, да, но все-таки все вот эти вот крупные институции здесь, они стараются, можно больше продать населению. А это что тогда нужно делать? Нужно, чтобы население, что нравилось? соответствовать каким-то современным идеям, вкусам, взглядам, насколько они современные, мы тоже сейчас будем понимать. Ну, почему по обсалку? Там тоже есть хорошие фильмы. Почему? Есть хорошая литература. Все есть. А теперь идем к нашему искусству. Нашему изобразительному искусству. Чем отличается наше изобразительное искусство? Тем, что у нас посредине нашей структуры находится музей. А музей – это какая организация? По определению. Некоммерческая. То есть, вот, в искусстве, самое интересное, никогда денежный успех не равен успеху художника, как художника. Редчайший случай, когда он равен. Мы можем взять в пример Айвазовского, можем взять в пример Энди Уорхола, мы можем взять в пример Демиана Хёрста, можем взять Пикассо. Пикассо долго жил. Он дожил до своего коммерческого успеха. Это люди, вот, на пальцах, мы можем загибать пальцем, Дали, да, тоже долго жил, тоже у него, он как бы дошел до своего успеха, смог. А в юности, да, на самом деле очень мало людей. Это действительно, вот, Демиан Хёрст, из ближайших к нам, да, Бэнкси, естественно, вор. Эти люди что сделали? Они не просто поменяли там, они просто нашли новый стиль в искусстве, они поменяли отношения общества и искусства, вернее, даже не поменяли, а как бы словили это и выразили, да. Но это редко. Потому что обычно коммерческая деятельность в искусстве, она находится на полях. То есть там, где у остальных искусств находится некоммерческая деятельность, у нас находится коммерческая. и что тут делает галерея? Вот что тут делает галерея? Она с одной стороны должна продавать, с другой стороны, чтобы быть хорошей галереей, она должна не продавать, а показывать то, что не очень покупают. Показывать что-то новое. Публика очень долго к новому привыкала. И вот это и есть самая такая большая наша проблема. Потому что было бы очень здорово, если бы художники не кушали, чтобы мне нужны были бы или краски, мастерские, бумага, холсты, видеооборудование или фотооборудование. Но нужны. И вот тут начинается вот этот тонкий-тонкий баланс между как бы выражением современности и коммерцией. Есть художники, которые очень много продают но никогда не попадут в музей. Потому что они продают то, что очень нравится публике. А музей собирают то, что более современно. Понимаете? То, что выражает современность. Нравится это публике или нет? Вот, понимаете? Вот хорошая цитата «Некоммерческая деятельность в изобразительном искусстве» является структура образующая. Вася Ложкин, я не знаю, много ли он продает на самом деле. Потом это очень политическое искусство, а политический плакат это отдельная тема, конечно. Это не совсем изобразительное. это искусство, но это искусство плаката. Оно уже тоже попадает как бы в культурную индустрию. А у нас постоянно происходит баланс такой, чтобы не попасть, не упасть в культурную индустрию. Вася Ложкин, прекрасный художник, он занимается политическим плакатом. То есть я пришлю эту ссылку, которую я всем рекомендую прочесть, эту статью Бакштейна про то, что настоящее искусство постоянно сопротивляется, да, русский рубок, сопротивляется попаданию в культурную индустрию. Его как бы в культурную индустрию пытаются засосать, а оно должно сопротивляться и при этом еще выживать. А скажите мне, Наталья Чумакова, что значит берегите здоровье? Я болела на прошлой неделе, у меня не было голоса. А сейчас что-то не так? Я сильно креплю? Нет, все в порядке? Напишите. Интересно. Вот посмотрите, это такая схема очень примитивная, как устроен артмир. Галерея – это точка, где сходятся деньги и искусство. В принципе, нигде в других местах, ну нет, оно сходится, конечно, на аукционах и магазинах, но это чисто коммерческие организации, да. Вот. А вот в галерее, в самой, там именно, вот аукцион, он когда ищет работу, да, он ищет для чего? Чтобы точно у него на них был покупатель, да, как устроен аукцион. Магазины тоже, галереи и магазины заинтересованы в том, чтобы выставлять то, что точно купят. А галерея, она вот и туда, и туда должна, понимаете, хорошая галерея – галерея, которая не магазин. Ну, у нас, конечно, вершина – это музей, фонд, коллекционер. Музей – это… Спасибо, да. Будем доживать до коммерческого успеха. Ну, вот, кстати, посмотрите, это работает, сейчас мы чуть позже об этом скажем, там будет график. А музей – это как бы символ чего? Кто может мне сейчас сказать, символ чего у нас музей? В классическом понимании музей. Все молчат, а меня вообще слышно? Все молчат. В классическом понимании музей – это место, где живет вечность. Ну, не такая вечность духовная, как живет в храмах, а как бы вечность, ну, которой мы как бы можем управлять. Да, современный музей – другое. Современного музея большие проблемы, потому что от него требуются, нравятся публики. И вот тут вот вообще как бы не очень понятно, очень многие жалуются, но мы с этой реальностью ничего не сможем сделать, да. Вот. Обязанный музей сейчас нравятся публике, ну, значит, будут нравиться публике. Но основная функция музеев – это собирать, хранить, изучать. А функцию публикации, а любая выставка – это тоже публикация, да, выставление на публику. Музеи мы, в общем-то, приписали совсем недавно, чуть ли не в прошлом, позапрошлом году. Вот. Почему? Потому что музей существует у нас, если он государственный, на наши налоги. раз он существует на наши налоги, значит, мы должны любить туда ходить. Да. Вот музеи стараются. Ну, действительно, другое. Ну, вообще, вот функции хранить, а хранить люди очень мешают. Люди приходят, люди дышат, потеют, выделяют влагу. Это очень плохо влияет на работу, на самом деле. Ну, в таких условиях мы сейчас живем. Вот. И смотрите, как тут все устроено. То есть некоммерческие пространства, они дают возможность выставляться тем, кто вообще еще никак не претендует на коммерческий успех. Как найти хорошего агента, давайте в конце об этом поговорим, чтобы сейчас не проживаться. И тут вот сюда как раз идут и галереи, и пресса, и музеи, и смотрят, как оно там. Но мы не можем сразу взять художника из некоммерческого пространства и поместить его, допустим, в хорошую коллекцию. Почему? Потому что нам нужно посмотреть, как он будет дальше развиваться. Нам нужно посмотреть, как у него, извините, с психикой. Вот когда Илья Кабаков ездил, поехал работать в Америку в конце 80-х годов, и у него уже назревал контракт с галереей Рональда Фельдмана, а у него уже был факс. Кабаков, в общем, всегда жил достаточно хорошо. Вдруг с факса вылезла такая длинная колбаса. И что бы это было? А были это аппоинтменты, то есть встречи, назначенные с врачами. для полного чекапа. Татьяна, вы знаете, сейчас вот для чего музей? Многие... Я сама в растерянности. Я уже не понимаю, для чего музей. Я знаю, что для того, чтобы хранить, изучать и собирать. Но оказывается, еще нужно публику развлекать. Понимаете? Чтобы тамада хорошая и клоуны интересные. Конкурс. Тут сейчас вопрос, что такое музей, на самом деле обсуждается на серьезнейших конференциях. Мы берем базовые понятия. Естественно. Вот. Вырезала такая большая колбаса, где были назначены встречи со всеми врачами. Ну, конечно, это были 80-е годы, когда галереи еще заключали эксклюзивные контракты с художниками. То есть фактически они брали его на содержание за то, что художник не имел права продавать свои работы никуда на стороне. Четыре работы в год можно было продать из мастерской с галерейной скидкой. Все. Сейчас, конечно, никто на себя не берет такую смелость содержать художника. Сейчас отношения ставятся немножко по-другому. Сейчас можно попросить эксклюзивное право именно на тот проект, который выставлялся и сделан в помощь у галереи. И у вас он остается в проект, вещи из этого проекта вы ими управляете. Если вы при этом агент художника, в вашей галереи является агент художником, то, конечно, все контракты еще идут через вас и вы всячески ему помогаете. А вот советоваться, безусловно, художник со своей материнской галереей просто обязан. Потому что иначе, ну, знаете, как к доктору прийти, сказать, знаете, что-то ухо болит, а то, что вот там еще голова болит, промолчает, да, сказать, вот тут болит, ой, что-то у меня вот тут болит. А то, что у меня еще там главное, там у кого-то что-то, да, там вот про это не сказать. Поэтому для того, чтобы галерея грамотно строила политику, художник действительно должен с ней советоваться о всех своих действиях в художественном мире. Как бы если, если, как бы сказать, если вы начинаете работать как галерея или как агент, и начинаете работать с художником, вам нужно очень внимательно посмотреть, как складываются ваши отношения. То есть какой-то пробный период у вас должен пройти, насколько вы честны друг с другом, да, как семья фактически, насколько вы доверяете друг другу, да, насколько у вас подходит друг к другу, ну, как бы структура ваша, да, ваша психическая структура. Это все очень важно. Дальше. Коллекционер, да, вот коллекционер мы видим, у него обычно бывает консультант. Почему? Потому что разобраться вот во всех этих хитросплетениях, кто тут, чего, куда, почему нельзя покупать напрямую у автора, почему нельзя, потому что если покупать напрямую у автора, никто не будет отвечать за его цены, а любая покупка искусства это инвестиция. Понимаете, для кого-то 50 долларов инвестиции, для кого-то 100 долларов уже инвестиции, для кого-то 100 тысяч долларов, выше это все инвестиции. Даже если человек покупает просто то, что ему нравится, да, там есть инвестиционная составляющая, у него возникает ответственность перед этим произведением в любом случае. Это как взять в дом хорошего щенка и отвечать за его воспитание, понимаете, потому что если хороший щенок не воспитан, вина владельца. Когда человек коллекционирует и чтобы собирать хорошие работы, ему нужно иметь какой-то статус в артнете, чтобы он за небольшие, ну, меньшие деньги покупал хорошие работы, меньше, чем на аукционах, да, он должен делать что-то для искусства. Когда он делает что-то для искусства, у него формируется его имя. И его коллекция, вещи из его коллекции, они становятся автоматом дороже, понимаете, не автоматом, а благодаря его деятельности в мире искусства, они становятся дороже. Приведу очень простой и интересный пример. Представьте себе, идет аукцион. В Лондоне реальный случай был на аукционе бонус, по-моему. Висят две работы одного и того же автора. В 30-е годы один и тот же автор, приблизительно один и тот же сюжет. Написаны примерно, ну, плюс-минус разницы в неделю, судя по краске, по природе, по всему. Год один. Размер похожий. Одна поменьше сантиметров на 10, другая побольше сантиметров на 10. Та, которая побольше, оценена, ну, условно, в 30-50 тысяч фунтов. Та, которая поменьше, оценена в 40-60 тысяч фунтов. Уже вопрос, уже загадка, как же так? Вроде бы, да, давайте по квадратным сантиметрам просто подойдем. Дальше начинаются аукционы. Та, которая побольше, уходит за 120 тысяч. А вот та, которая поменьше, уходит за 400. Вопрос, в чем разница этих работ? Почему такая разница в цене больше, чем в 3 раза? На очень похожие вещи практически одного года, практически одного качества, созданное практически в одном настроении и в одном месте. Вот, правильно, провинанс. А провинанс был такой, у работ, которые поменьше, она происходила из коллекции капицы. Вот, поэтому, когда человек сам со своей коллекцией, нет, это именно и тот, и тот купил известный коллекционер, это вопрос именно провинанса, она происходила от известного коллекционера. Та, которая ушла дороже, она происходила от известного академика капица, ну, который дружил, кроме того, что был академиком, он еще и дружил со всей тусовкой, включая там Маяковского, Лилибрик, и всех наших авангардистов, там, и так далее, и тому подобное. Он как бы прощался в этих кругах, и он известный человек, не только в научной области, но и в культуре. Соответственно, коллекционер, собирая коллекцию и формируя свою деятельность, повышает стоимость и формируя. Тут еще один важный момент, который мы не сказали в самом начале, чем отличается наше искусство. У нашего искусства есть носитель, и этот носитель живет дольше нас. И мы часть его биографии, не оно часть нашей биографии, мы часть его биографии. И вообще наша основная задача не испортить ему эту биографию своим присутствием формируя. Понимаете? Не испортить биографию произведения. Ну уж не говоря о том, чтобы не испортить его сохранность. Об этом мы, кстати, много говорим на наших прекрасных занятиях в мусоршколе, особенно то, что касается хранения, логистики. Такие практические очень вещи рассказывают наши. Капец физик-академик. Если вы имеете человека в виду, который вел очевидно невероятное, это его сын. Того Капец. Соответственно, мы ответственны перед произведением искусства. И поэтому в любой покупке искусства все равно присутствует... Ну хорошо, даже если оно просто вам нравится, вы не хотите разбираться в движении, в течении, там еще в чем-то, вы это инвестируете в себя, понимаете, покупаете. Вообще покупать можно только то, что нравится. Нельзя даже с целью инвестиций, даже если очень дешево, покупать то, что не нравится категорически. Не делайте это. Вам захочется быстро избавиться от этой вещи, вы навредите коллегу. И удобно. Галерист, соответственно, если он делает галерею, не должен продавать вещь. Если человек ну не должен, конечно, когда нужно деньги, что делать. Но это всегда плохо кончается. А капица все-таки. Капица, капица. Ну вы знаете, это двоякое прочтение, но у нас вот говорят капица, как бы, я знаю людей, которые лично знали эту семью, они говорят капица. Вот. Пусть будет капица, как вам больше нравится. вот. Ну, соответственно, соответственно, чем я говорю? А, об ответственности. Соответственно, нужно, как бы не хотелось продать, лучше продать вещь тому, пусть даже немножко дешевле. Во-первых, у кого уже лучше коллекция, и во-вторых, тому, кому эта вещь нравится. вот. Важная вещь, очень, ну, так скажем, непросчитываемая, но очень важно. Вот. Ну, какие у нас еще? У нас есть консультанты. Консультанты нужны и важны, потому что консультанты это люди, которые, это еще одна профессия, выделившаяся, кстати, из галерейной, как и агент. Это люди, которые помогают коллекционеру собираться в коллекцию. Да. которые присутствуют на рынке, на стороне коллекционера, которые вообще сами не дилеры, не должны покупать и продавать, потому что иначе им выгодно будет продать именно свою вещь коллекционеру, а не самую лучшую, которая ему нужна. У меня мигает экран. Не знаю, почему. Вот. Есть экспертное сообщество, в него входят кураторы, критики, консультанты, как ни странно, галеристы, которые в галерее, галерея. Вот эта вот часть, которая с этой стороны экрана находится, это как бы вот такое экспертное сообщество. Ну и, конечно, музей коллекционеров. Создают вкус коллекционеров? Скорее, не создают. Нет. Вкус трудно создать. Его можно развить и можно вынуть из человека его вкус. То есть, посмотреть, что ему больше нравится, что у него резонирует, предложить более тонкие какие-то вещи, какой-то, ну, расширить немножко вот его поле, да, знаний. Потому что, опять-таки, человек, который приходит в галерею к вам покупать, он совершенно не обязан ничего знать про искусство. Просто не обязан. У нас, опять-таки, есть советская привычка. У нас все считают, что могут рассуждать об искусстве. Ну, во-первых, потому что у нас литература центричная страна. Это наша национальная особенность. Все уметь описать по абстракции. Мы можем написать сочинение, если очень захотим. Ну, как в школе нас учили писать сочинение по картине. Кстати, другим это совершенно не свойственно. Англичане вообще не понимают, как можно описывать, что происходит по картине. Да, англичане считают, что это вот визуальный такой язык, его надо визуальный воспринимать, мне нечего там описывать. Вот, у нас литература центричная. У нас, конечно, надо уметь рассказывать о произведении, говорить о произведении. Если у вас доверительное отношение с художником, а только такие должны быть, рекомендуется знакомить художников с коллекционерами. Главное, при этом, не боясь, что они будут напрямую вас обходить. Но если это грамотный коллекционер и ваш художник, ваш друг, член вашей семьи условно, галерейной, то этого не будет происходить. Это в идеале, но это идеал, надо стремиться так работать. Вот, агенты, выделившиеся профессии с галерейной, именно потому, что галереи сами до конца не могут содержать, когда художник прыгает с галереи в галерею, это считается не очень хорошо. Но поскольку сейчас очень часто, особенно новое вместо галереи организуется арт-пространство, которое просто работает со своим полом агентом. Вот еще чем отличается галерея? Настоящую галерею, галерею, нельзя снять пространство, арендовать для выставки, потому что оно будет не входить в политику этой галереи. А если вам и сдадут пространство, ну, как по фотосъемку могут сдать, или по свадьбу, по коктейль, то галерея, скорее всего, запретит снять в ЛАИ. А вот арт-пространство, которое сейчас образуется, которое работает с определенным пулом агентов, они тоже вот, как бы, это такие, как бы, галереи, которые ведут свою политику. Но они уже с художниками работают через агента. То есть, с одной стороны, плохо прыгать из галереи в галерею художника, с другой стороны, с агентом он уже может это делать. Но это такая новая, новая ситуация совсем для нас. И вот был вопрос, как она может содержать галерею, если не продавать работы. Чтобы на него ответить, мы сейчас перейдем вот к такому чудесному графику. Где мой график? Вот. Мы перейдем к чудесному графику. Это график изменения цен и самое главное, что он совпадает приблизительно с графиком изменения интересов публики. Значит, вначале выходит художник, естественно, вот здесь ему далеко не 0 лет, здесь ему уже около 20. И, допустим, он начинает свою творческую деятельность и попадает в какое-то движение и течение. А вот такие артист-транспейс, коллективные выставки, выставки неинституциональные, где-то собрались, что-то сделали, привлекли к себе внимание. И тот, у кого хватает сил не только тусоваться, но и работать, у него шанс есть, он может попасть либо в какое-то поле зрения, интереса, в поле интереса подважного куратора или в поле интереса к какой-то галереи или какого-то агента. И у него начинают подрастать цены, у него появляются отдельные выставки или их очень уже статусные институциональные групповые выставки. И в принципе желательно, чтобы вот к этому моменту, когда ему исполняется приблизительно 30 лет, он основан на моих статистических данных, я его автор. Не написано, вообще всегда было написано. За многолетние 30-летние наблюдения разных ситуаций. в мире искусства все на вы. А это вопрос слушателя. Есть место, где все на ты, есть где все на вы. Я, например, на вы общаюсь. Артур, давайте мы поговорим об этом попозже, пожалуйста, когда будет уже вопрос и ответ. Ладно? Вот. Соответственно, годам 30 художнику было бы очень хорошо обрести свое имя. Что значит обрести имя в первую очередь? Обрести имя в первую очередь это означает перестать быть просто молодым художником. А стать там Машей Ивановой, Иваней Петровым и так далее. Чтобы все-таки уже куратор шел смотреть не просто в конгломератах молодых художников, где много разных художников, это какая-то школа или это какая-то конгломерат мастерских, да? А чтобы он шел, уже шли смотреть именно его. Вот если он этого добился, это уже очень здорово. У него тогда к этому моменту вот эти цены подразумевают. Далеко не все, кто начинает вот тут работать, остается в искусстве. Очень много слетает людей. Они выдерживают вот эти перипетии лично потом, которые начинаются. И нужен букет качеств, да, тоже расскажу об этом потом. Соответственно, вот здесь вот ему художнику в районе 30 плюс-минус лет, у него так ровненько все хорошо, у него идут выставки, у него идут продажи, у него в принципе уже неплохие цены. И вдруг в какой-то момент наступает полный коллапс, наступает гэп. То есть он проваливается где-то примерно лет через 10-15 после начала творчества, он просто, просто он никому становится неинтересен. Если к этому моменту он еще ухитрился рассориться с галереей, потому что вот тут вот не понимал, как делить деньги, и ему казалось, что галерея что-то очень много с него берет, то становится совсем все плохо, потому что он уже перестает быть актуальным художником, но еще никто не рассматривает его как исторического персонажа, понимаете? Он проваливается. Вот если покупать, вот тут вот прекрасное время для инвестиций, значит тут он непонятно соскочит, не соскочит, останется художником, не останется, здесь уже более-менее понятно, и здесь можно покупать. Да? Тут, естественно, на рынке работать их нет, естественно, это надо искать через агентов, через консультантов, потому что, ну кто же будет десуо продавать открыто то, что в общем-то стоит сильной дороги. Если галерея есть, она ему помогает, это одна из функций галереи, удержать художника вот в этом страшном для него очень неприятном периоде отсутствия внимания, поддержать его и выставками, и участием в групповых музейных выставках, и какими-то крупными проектами, и продажами, потому что галерея, галерея из чего начинается. Со склада и с контактов, это тоже сейчас расскажу. Вот, то есть вот здесь им надо его поддержать, понимаете. Дальше, когда искусство исполняется, вот отсюда проходит примерно лет 25, вдруг откуда ни возьмись, начинается интерес. И первый раз действительно подрастает цена. Подрастает хорошо, и начинается период такого изучения вот этого исторического периода, то есть уже исторического взгляда, уже можно оценить, посмотреть, появляются новые молодые искусствоведы, которые не присутствовали в этом периоде, еще были детьми, да, а самое главное, нет, нет, это происходит в районе 50-ти где-то лет, чуть пораньше, 50, ну, если начал в 20-45-50, вот так, да, вот, бывают сейчас художники, которые начинают поздно, но у них немножко по-другому все складывается, у них обычно они как-то, у них уже с мозгом все хорошо, они обычно сразу находят агентов, галереи, понимают, зачем это нужно. А вот мы начинаем, но самое главное, почему подрастает цена, потому что к этому моменту, вот люди, которые здесь были детьми, они вырастают, и для них эстетика этих авторов, она эстетика с детства, она им нравится. Понимаете, что бы автор ни рисовал, если не делал, он отражает современно. Это в оттенках цветов выражается, это выражается в каких-то формах, это выражается в каких-то неописуемых вещах, обычно всегда видно, какому периоду принадлежит автор. Вот. И тут у него подрастает первый центр. Люди, вот эти люди, которые здесь были детьми, когда автор начинает здесь, они вырастают, им уже 40, они уже могут, что-то позволить себе купить. И у него начинают подрастать цены. И тут еще дилеры тоже важную роль играют, потому что к этому моменту покрас лампас это творческая индустрия. Оказаться в нужном месте в нужное время это еще не все. Нужное время в нужном месте еще нужно знать, что там сказать. Иногда такое можно сказать, что никто с тобой работать больше не будет. Это важная лексика, очень важна в нашем деле. Вот. Да, коммерция, я говорю, это творческая индустрия, это не искусство. покрас лампас это очень хороший пример творческой индустрии. Правда. Вот. Значит, вот здесь, да, цены выросли, все тут небольшой платы, вдруг исполняется искусство этого 50 лет, и уже начинаются даже какие-то очереди, какой-то интерес массовый, книжки начинают покупать. И самое кайфо детка пережил вот этот период. То есть, вот посмотрите, Булатов, Лея Кубаков, они все дожили до вот этого своего следующего взлета цены. Потому что там условно в начале 2000-х годов работы Булатова стоили просто очень дешево. У него не было, у него была не очень сильная галерея, и у него дома хранились много старых работ, и вдруг раз он получает цены по 600 тысяч за вещь, по 200 тысяч за вещь. Да, потому что, опять-таки, тут уже совсем на ноги встали, коллекционеры, для которых эта эстетика тоже детская была в свое время, его эстетика. Ну, и тоже потом небольшой плата, и вот когда искусство исполняется 100 лет, на него встают очереди. Это тоже можно все внимательно отследить. И вот вдруг начинают понимать все. Но что значит все? Все это те, кто ходил кодит вообще, иногда смотрит в сторону искусства. Потому что, когда мы обсуждали эту теорию с историками, мне объяснили, что общественное сознание меняется 300 лет, а не 100. А у меня достаточно узкая исследуемая группа, это люди, которые иногда ходят в музей на улице. Мне это было немножко странно, но на самом деле, да, действительно, оглянулся, посмотрел действительно так. Действительно, в тот момент, когда этот график только складывался, это было начало 2000-х, активно обсуждали, правильно ли Петр Первый провел свои реформы, как раз 300 лет он вспомнился. Да, сейчас уже больше не обсуждали. И вот с черным квадратом, например, смотрите, таксисты перестали говорить, что не понимают, что это такой черный квадрат. Вдруг все поняли, 100 лет прошло. И вот, и как же нам быть, как нам продавать, как нам вот брать этих молодых художников, их растить, вот можно попасть, конечно, в эту кривую, но это сложно, и самое главное, что мы действительно не знаем, что потом будет с автором. Если он тут с нами поссорится, здесь соскочит, ну что, ну будет это просто исторические вещи, у него не будет роста, у него не будет новых вещей, что, кстати, тоже необходимая вещь для развития цены галереи истории, это галереи что делают? Призвание, да, показывать новые проекты своих авторов, поддерживать, показывать, а продавать можно те, которые были сделаны чуть раньше, потому что клиенты галереи, ну, бывают такие великие попадания, да, приходят и говорят, вау, я вот прямо сейчас это хочу купить, то, что вот на стене, вот выставку закончится, я куплю. А бывает то, что, ну, нужно там два-три года, да, чтобы человек дошел до этой мысли, которая была у автора до вот этой стены, так бывает. Соответственно, на ярмарках все галереи стараются выставить такую коммерческую, самую коммерческую выжимку из своей деятельности, чтобы продать, как бы, извините, было на что дальше жить, хотя участие в ярмарках становится неоправданно дорого. Ну, спрашивают, конечно, про квадраты, наверное, уже не так агрессивно. Скоро перестану. Итак, на чем строится галерея? Я спрашиваю наших координаторов, можем ли мы грузить презентацию. Может быть, вы мне напишите, какие слайды вам особенно понравились. Если вдруг нельзя будет грузить презентацию, я, поверьте, я этим не очень владею, этим вопросом. Ну, попробую, попробую говорить, если вам так нравится. Тогда мы вам ее вышли. Вот. Итак, галерея. Это прежде всего строится на связях. Когда Лео Костейли, основатель современной галерейной деятельности, открывал галерею, у него, он уже очень активно продавал художников, которых он потом исполнил. Его уже просили открыть галерию. Понимаете? Запасник. Когда вы открываете галерею, вы ищите помещение. Первое, что вы должны искать, это место, где вы будете хранить работы. Запасник важнее выставочного зала. Потому что продавать вы будете больше из запасника. А если вы после выставки раздаете все работы, что вы будете продавать? Что вы будете показывать? Чем вы заинтересуете своих клиентов? Да? Запасник должен быть обязательным. Мало того, скажу крамольную вещь. Вы не обязаны продавать только то, что выставляете. Многие галереи в Москве, и моя в том числе, выжили в начале 2000-х. исключительно благодаря тому, что мы искали, становились консультантами для своих коллекционеров, и искали вещи более старшего периода. И я вам скажу, что иметь в спонсорах старых художников, это очень классно. Ты продаешь Айвазовского, делаешь выставки, ну, как бы, на свою прибыль, и Айвазовский даже не требует у тебя отчета, почему ты поддержал того или иного художника. Понимаете? То есть, как бы, старое искусство поддерживает новую. Ничего плохого я в этом не вижу. Раньше это считалось плохо, ну, где-то в жирные года, да, в 80-е годы, это на западные жирные года считалось плохо. Сейчас это абсолютно нормально. Все галереи работают и консультантами, агентами, консультантами. Это нормально, это дает возможность выставлять то, что сейчас, может быть, не так нужно, еще не дошло до публики. Ведь смотрите, мысль изреченная, это ложь. Все, что мы говорим, уже было, а художник наш, который пользуется визуальными средствами, даже если он буквы на картине пишет, это все равно визуальное, это визуальное искусство, да, даже если это концептуалист, он ставит точку, это все равно визуальное выражение. Он может без слов передать то, что происходит прямо сейчас. Художники не предсказывают будущее. Художники живут здесь и сейчас. А мы с вами чуть-чуть, немножко чуть-чуть прошли. Все, что мы говорим, мы уже договорились о терминах, это уже все было. Вот. Значит, еще какое деятельность? Ну, пространство, да, конечно, очень хорошо иметь свое пространство, но, в принципе, сейчас многие галереи отказываются от содержания своих пространств и делают вот такие вот выставки выездными, да, в каких-то других пространствах. Выездными выставки это нормально, ничего в этом страшного нет, содержать пространство дорого. Какая деятельность есть у галереи? агентская, понятно, для художника галереи агент, кураторская. Мы, как эксперты, члены экспертного сообщества, понимаем, что и когда и кому мы должны как интересно показать, что сейчас происходит, как мы можем в искусстве, я имею в виду, происходит. Не реакция на общественные какие-то вот события, это опять-таки искусство плаката. Мы должны немножко выше брать, выше смотреть, точку сборки выше у нашего художника, если он не блокотит. Издательская архивная деятельность. Очень интересно у нас на курсе рассказывает Алексей Алексеевич Завинов, что без каталога нет выставки. Понятно, что каталог печатный, это дорого, и сейчас каталоги принимают формы и веб-сайтов, и PDF-ов, и каких угодно, но в любом случае от выставки останется. Выставка это вообще отдельное произведение куратора, она неповторима как раз, в отличие от картины. Она не сохраняется, в отличие от картины. И оно как бы от выставки остается пресса, но реакция, да, пресса, или сейчас реакция публики, как время СММ, да, социальных сетей, каталог и, соответственно, пресса, каталог и фотографии, инсталляции, выставки. Все. Поэтому издавайте хоть тушкой, хоть чучелком, хоть PDF-ы, хоть без денег, хоть просто в Варде даже себе запишите, вот полный каталог выставки у вас нужен, с каталожными данными всех работ, и желательно хоть с небольшими картинками. Архивная деятельность, да, обязательно нужно вести, вы готовите выставку, у вас копятся куча материала, у вас там есть файлы с названиями драфт, драфт, драфт финал, драфт 1, драфт 2, драфт 25, вычистите это все, оставьте финальные файлы, если вы считаете, что какие-то исходные файлы важны, тоже оставьте папки исходные файлы, сохраняйте все, все пригодится. Поверьте, через 10 лет приходят студенты, говорят, а вот у вас была выставка, а мы сейчас пишем вот такой диплом, а можно мы посмотрим. Хорошо, если вам что есть им показать. Социальная деятельность, безусловно, потому что работа и с коллекционерами, и с любой другой публикой, это, в общем-то, ну, как бы работа на культурно-социальном поле. Что должна уметь еще галерея? Она должна уметь производить от, извините, покраски стен, что, кстати, надо делать под каждый проект, обязательно новое, должно быть все чисто свежее, от производства подиумов, упаковок, да, знать, где это произвести, до производства сложнейших инсталляций объектов, допустим, для музейных выставок, в которых принимают участие ваши художники. Важнейшая, важнейшая история. Тело производства, ведите договоры, обязательно ведите, обязательно все записывайте. Вынесли что-то из галереи, записали, вынесли. Заносим что-то, записали, занесли. Потому что потом бывают такие ситуации, что ситуация из моей практики. Звонит мне художница, говорит, Лен, слушай, у меня там будет выставка в ГЦСИИ, я хочу взять вот серию работ графических. Да, конечно, не вопрос. Лезу, смотрю, что-то у меня не хватает. Их должно быть девять, у меня есть. Причем, нет самых лучших. Я уже себе звоню, в какую-то вещь, и не могу найти. Но нету. Звоню, говорю, слушаю, так и так, очень странная история. Работу тут не могу найти. Ну, ладно, я возьму эти, но я тебе вот брала на выставку. А, вот появился. Нет, говорю, ну, как же так? В общем, начинаю перебирать папки акты приема-передачи и нахожу за пять лет до этого у меня брала одна институция их на выставку. Причем, брала сама художница и возвращала тоже художница вместе с актом. То есть, возвращала мне акт, а работы нет. И у меня нет акта, который это закрыл. Да? То есть, я их отдала, а то, что я приняла это назад, у меня акта нет. Я звоню и говорю, значит, так, слушай, позвони туда, потому что есть, что взяли, но нет, что отдали. Она звонит, они там лежат. А если бы я этот акт не был? А если бы я его не нашла? Понимаете? Очень важно. Логистика галереи постоянно занимается перемещением произведения искусства. Постоянно. И для коллекционеров. И раньше, вот еще такой важный момент, раньше галерея для коллекционеров оказывала полный, для крупных своих любимых коллекционеров, оказывала полный спектр услуг. Могла себе позволить, когда были крупные коллекционеры, и покупки совершались больше крупные. Сейчас большинство покупок в низкоценовой категории совершаются. Ну, понятно, почему. На самом деле, это не только у нас, это во всем мире. Такая статистика есть, ее показывают все, но это и есть такая статистика. Большинство покупок перешло в низкую ценовую категорию. И раньше, если у галереи считалось, что галереи для того, чтобы выжить достаточно трех хороших клиентов, то сейчас их галерея, естественно, полностью обслуживала, организовывала им весь, все эти процессы. Реставрационная энергия, конечно, люди сами платили за реставрацию, за логистику, за доставку люди платили сами. Но организация брала на себя галереи. Сейчас в чем комедия? В том, что мы привыкли это делать для клиентов. Но если у нас не три клиента, а 33, и каждый с маленьким чехом, а мы привыкли каждого из них облизывать, извините, с ног до головы, и делать для них все бесплатно, то мы прогораем. У нас просто не хватает сил и средств 33 клиента обслужить вместо трех. Соответственно, выделяется еще одна профессия арт-консьерж. Арт-консьерж это человек, который не советует клиенту, что покупать, не обсуждает с клиентом его вкусы, его пристрастия, но он может организовать логистику, он может организовать покупку на аукционе, он может узнать, где планируется, какие выставки, он должен быть ин, в рынке, внутри, чтобы обладать всей этой информацией. Потом он может в принципе вырасти в консультанта, а может и не вырасти консьерж, это очень важная работа. Хранение, 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 со склада, со склада, со склада, с запасника, с запасника, с запасника. Хранить надо тоже уметь. Ну и, конечно, сервис для клиентов и сервис для авторов. Низкая цена у всех свое понятие о низкой цене. Вот для меня, например, поймите, то, что вы делаете в галерее, есть галереи, которые продают работы от тысячи рублей до 15 тысяч. Они продают бумагу, они продают принты, у них меньше ответственности. Если я несу ответственность за крупные вещи, если я несу ответственность и храню огромные инсталляции в своих художников, то, извините, у меня от 500 до 5 это тоже низкие цены, даже до 10 тысяч. Это низкие цены. Я на них не выживаю. То есть я не могу просто обеспечить людей, которые у меня покупают вещи по 500 долларов, я не могу обеспечить тем же сервисом, как тех людей, которые покупают крупные вещи. Вот о чем идет речь. Это надо осознавать, это надо структурно осознать, что вы не можете всех мелких клиентов обслужить по высшему разряду. Поэтому консервство является как профессия. Вот. Ну и сервис для крупных клиентов организация всего и вся. Начиная от поиска реставратора, начиная от организации пригласительных билетов в ВИП, на ВИП-мероприятие венецианского бенале, на... Нет, не только про афорду было. В смысле, когда я говорю про афорду было? Я сейчас не очень понимаю, может быть, немножко запаздывает вопросы. Нет, я вообще говорю про любое искусство. Торговать можно чем угодно. А в консерве, в координаторе сейчас подскажу. Так, сервис для крупных клиентов, ну как, покупки на аукционах, да, тебе может позвонить человек и сказать, пожалуйста, знаешь, послезавтра в Париже там будет что-то продаваться, нужно в срочном слетать посмотреть, насколько это похоже на картинку в каталоге. Ты встаешь и летишь. Да? Смотришь. Доставка. Доставьте мне из Нью-Йорка. Организуйте. Что ты делаешь? Ты ищешь лучших агентов, которые это могут сделать. Ты на это тратишь кучу времени. Да? То есть ты занимаешься вот обслуживанием этих интересов. Или там, у нас там, не знаю, что-то случилось, какой-то работа, нам нужен реставратор рамы. Или нам нужно перевести огромную скульптуру. Или нам нужно вот доставить, собрать из разных мест. Мы купили, ездили, купили, собрать, все доставить в одно место. Да, они платят за логистику, но ты им все это организуешь. И раньше это, ну как бы, не вставало вопрос об оплате этого труда. А теперь это делает консервы. Координатор, чем отличается? Ну, Координатор больше работает на проектах выставочных. А консервш, как и любой консервш, арт-консервш организует вот эти вот всякие штуки. Организатор такой-то. Ну, в принципе, можно координаторить. Нет, я не говорю про искусство, не только про искусство с низкой ценой. Поверьте мне, если у вас человек покупает, я имею в виду современного искусства, современное искусство у нас не имеет большой цены. Он там за 60, за 100 тысяч, он там старое искусство покупает, вы можете его обслуживать. Но если он будет покупать за 500 долларов бумажки, принты и небольшие холсты молодых художников за 10 тысяч, он будет очень сложно их обслуживать. Понимаете? А сейчас расскажу. отношения очень надо жестко выстраивать с людьми, с которыми вы работаете. То есть, первое, ни с кем никогда нельзя ругаться. Любые, то есть, ну, можно закончить курс переговоров, если мы это все на своей школе закончили. Любые какие-то негативные моменты в вашем прошлом могут отразиться совершенно неожиданным образом. на нас, потому что люди, которые работают в серии искусства, у них бывают совершенно неожиданные повороты и карьеры, и интересы, и чего угодно. С художником раньше были эксклюзивные отношения, теперь у нас больше проектные отношения. И вот эти агентские, которые как бы выделились в отдельную строку. Да? С клиентом, да, нужно дружить, соблюдать, встануть. Обязательно. Иначе вы будете просто бесплатно на него работать все время. Даже вот так, может быть, неинтересно вас покупать. С коллегами, я вот, некоторые соперничают, я предпочитаю сотрудничать, я считаю, что никто из нас, ни у кого не может отобрать место, потому что мы, каждый сам себе, сам его придумал, понимаете. С институциями нужно быть очень разборчивыми, и те на сотрудничество очень разборчивые. Вот. А что еще могут существовать некоммерческие пространства на краудфандинг, на спонсорские взносы, могут существовать, содержаться своими основателями, как всякие фонды, допустим, да, или просто пространства, музеи частные, да. Поверьте мне, занятие изобразительным искусством является социальным лифтом для вакаток и вакаток тоже. Богатых людей в мире много, как ни странно. А благотворительность в сторону обездоленых, это само собой. Это никто не вывешивает на флаг. Из богатых людей. Если богатый человек организует такой, там, как у нас есть, люди, подянули, делают какие-то мероприятия, это можно, да, она собирает деньги с людьми. Если она сама дает, она об этом не говорит. А вот чем можно выделиться богатому человеку, перепрыгнуть в свой социальный статус? Искусство и спорт. Лучше всего при этом характер виден. Именно, когда человек работает с искусством. Стартовый капитал. Ну, желательно иметь возможность помещения какого-то максимально бесплатного. Ну, сложно сказать про стартовый капитал. Нужно ресурсы какие-то использовать, которые у вас есть. Требования к выпускнику искусствоведу. Ну как, к сожалению, нас не учат на художественных вузах, на арт-меду. У нас приходят искусствоведы, которых мы заново обучаются. Потому что искусствоведы, галеристы разные профессии. Галерист, человек не может разбираться сразу во всех искусствах. Ну как, начинать писать, начинать приходить проходить стажировки. Сто тысяч или миллион? Ну, наверное, миллион. Хотя, если можно, и за сто тысячи есть и свое помещение, если оно недорогое, если просто делать сначала выставки молодежи, этим привлекать сначала профессиональную публику, чтобы о вас заговорили, можно и отстать. Ну, вообще, конечно, если речь идет о рублях, то меньше миллиона, наверное, вряд ли. Ну, потому что, смотрите, ремонт оборудования, климат, хранение, организация хранения. Опять-таки, если есть аренда, если есть свое помещение, можно и отстать. В принципе, можно все делать сначала энтузиазмом, как, знаете, как стартап по коленке. А, есть еще вопрос. А художнику самому выйти на арт-рынок, значит, адекватно себя, прежде всего, позиционировать, адекватно понимать, чем конкретно ты занимаешься, адекватно понимать, что ты хочешь. Хочешь славу или хочешь денег, прежде всего. И, соответственно, адекватно входить в среду, которая поможет вам добыть либо деньги, либо славу. Если вам нужны просто сразу деньги, то это, конечно, сначала дизайнерское сообщество, да, потом уже там получится со славой. Если вам больше нужна слава, то, конечно, вам нужно искать собственную галерею. Я знаю, что люди рассылают по своему портфолио там по 100 адресов и получают ответ, может быть, от одного. Это нормально во всем мире. Совет такой, никогда не стараться прийти в галерей со своими произведениями. Это очень важно, да, то есть максимум, что вы можете позволить, спросить разрешение послать в портфолио. Потому что нет ничего страшнее, когда тебе вдруг звонят и говорят, мы у ваших дверей стоим, мы хотим вам показать свою работу. Без вопроса. Никакая политика у вашей галереи, ни что вы делаете, что вам интересно, чем вы вообще занимаетесь. То есть прежде, чем писать в галерею или пытаться туда войти, да, к агенту, нужно понять, какие у него интересы. Вы чего-то от кого-то хотите, вы узнаете, что этому человеку нужно сначала. Да, чтобы у вас был обмен ресурсами. Вот страшно, когда так звонят и говорят, а мы стоим у вашей, ну да, хорошо, присылайте в портфолио, так, тра-та-та. А мы стоим у ваших дверей, уже сработали. Вот ничего страшнее просто быть у нас, понимаете? Это неуважение к чужому времени, это вообще, по чужой эмоциональной структуре, по чужой занятости, по чужим интересам. Все строится на претендных началах. Да, конечно, формально в мире искусств есть начальники, это и министры, и директора музея, и все. Но вообще у нас такая горизонтальная структура, именно потому, что все должны уважать друг друга. На «ты» это близкие люди между собой общаются. Обычно на «ву». Особенно с тем, кто вроде бы формально младше позван. Это очень важно. Есть еще ко мне вопросы, а то мы с вами уже как раз полтора часа-то и проговорили. Если. нет, молодые сейчас не пойдут, просто так стоят под дверью со своими работами, они как раз спокойно пользуются техникой, пишут портфолио на путь. Вообще, как художнику, а стратегия художника? Смотрите, начинающий художник, а начинающий художник, конечно, сначала должен я вот на «ты» и «лёша» и «маше», но это между собой люди уже как, ну, как бы, да, вообще, я на «вы» даже с близкими сотрудниками. Нет, вот смотрите, что у вас в портфолио? Вы уже участвовали в групповых выставках по стратегии художника, да? Да, вы можете мне это выслать, может быть, я вам посоветую, куда вам с этим пойти. Сначала художник участвует в групповых неиститах, потом он участвует в групповых и институциональных выставках. Потом ему, куда уже приходят галеристы, они ходят и на неинституциональные, и на неинституциональные, и групповые молодежные смотреть, что-то выбирать, смотреть, может быть, и консультанты туда приходят, поверьте мне, если выставка вот такая вот хорошо организована, то все приходят, инкогнито приходят смотреть, да? Если правильно она пиарена, правильно, то есть я про нее узнаю, я пойду смотреть. А потом конкурсы и гранты. Даже если вы знаете, что вряд ли там выиграете, вы туда посылайте информацию о себе. Потому что у каждого конкурса есть экспертный совет. Экспертный совет – это обычно не последние люди в этом городе. Они таким образом знакомятся с вашим творчеством. Появляется хотя бы узнаваемость на уровне ими. Но вы участвовали много раз в групповых выставках. Там был хороший пиар. Где были эти выставки? Выбирайте площадки, выбирайте места. Выбирайте, куда идти. И сейчас, к сожалению, без этого пиара ничего не происходит. Просто очень много событий, очень много мероприятий. Нужно выбирать, куда идти. Покрас – это творческая индустрия. Это не галерейное искусство. Это магазин. Где искать художника? Вот смотрите. У нас уже даже в чате есть художники, которые ищут себе галерею. В Италии – Веченди. А в Москве вы не из Москвы, я не знаю, откуда вы. Может быть, где-то вот в России, если вам интересны российские клиенты. Российский клиент лучше всего понимает российское искусство. Может быть, где-то в Москве. А, в Минске, понятно. Что такое ЦДК? Центральный дом. Вы понимаете, вот у каждой выставки, это мы все обсуждаем на курсе. У каждой выставки должна быть задача и цель. А зачем мы организуем выставку? Мы когда организуем выставки, мы тратим такое количество ресурса, что если мы не знаем, зачем мы ее делаем, мы просто эти ресурсы выбрасываем. Целевой группой может быть ваше сообщество, ваши друзья, которым вы хотите показать свое выставку. Но тогда вы не будете делать ее в манеже, да, не будете тратить на этот ресурс. А если у вас, вам нужна широкая публика по какой-то причине, вы будете делать это в манеже. А если вам нужна узкая профессиональная, да, ну как бы узкопрофессиональная публика, да, чтобы куда-то войти, чтобы выплеснуться, чтобы пойти куда-то выше, вам тоже нужны совершенно определенные места для выставки. Понимаете? Там, где не ходит широкая публика. Потому что профессиональная публика редко смешивается с широкой. Одно из двух, либо так, либо так. Нет, сбор с художника за картину в групповой выставке – это ненормальная практика. Нет. С точки зрения галереи – это ненормальная практика. Это какая-то самоорганизация уже, да. Я слышу, какой-то ответный вопрос. На ваш взгляд, чтобы добиться успеха в какой-то профессии в архиве, достаточно у меня сильное желание исследовать цели, и для картии специальности нужно определенные те, где исчезли в качестве. Для каждой профессии в арт-мире нужен определенный букет личностных качеств. Ну, есть хорошая новость. Эти качества можно себе развить. Важно иметь желание. Изучать. Больше набирать. Знаете, такую лексику важную. Профессионально будете изучать лексику, будете понимать, что к чему. Лучше пойти на стаж. Стажером. Попробовать себя в одной области, попробовать себя в другой области. Посмотреть, что понравится. Выбрать себе учителя. И чтобы учитель вас тоже выбрал, для этого нужны стажировки. Пробуйте, 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 проситесь на стаж. Еще есть один хороший метод. Начать писать для каких-нибудь изданий бесплатно, естественно, как стажер. У вас сразу появляются возможности ходить на все открытия, смотреть, как что устроено. И смотреть бэкстейдж, так сказать. То есть, ну, начать приносить какую-то пользу искусству. Ну, вот, честно, не люблю я это. Я с таким не сталкивалась, слава богу. Со сбором на групповые выставки. Ну, это самоорганизационная выставка. Тогда, получается. Тогда, значит, у нее нету куратора, у нее мало шансов на институциональное внимание. Если это не выставка первая, пока это молодежная, куда все поедут. Даже в каким-нибудь гараже. Понимаете? Вот, например, Демиан Хёрст организовал вот эту выставку, с которой они все известны, стали в 88-м году. Выставка ФРИС. А как он ее организовал? Конечно, он до этого очень много работал со связями. У них на выставке пришел весь лондонский цвет профессиональный. Это была офицеревая аудитория. И они туда пришли. Но они над связями работали очень долго. Их педагог из Голдсмета тоже очень долго работал над этим связями. А вот. В связи так просто тоже не возникает. Градация по авторитетности выставки. Да, конечно, есть градация. Конечно. Если у вас уже есть глаз, вы хорошую работу найти можете где угодно, если она там есть. Но, в принципе, да, конечно, есть. Реставрационная мастерская, мостик в искусстве. А что вы хотите делать в искусстве? Что он меня отзывал? А, про авторит Московской галереи. Слушайте, ну мало ли, мы же только что рассказывали, кто называется галереей. Галерея, галерея, деньги за выставку не берет. Может взять подарок. Ну, деньги за выставку брать не будут. Нет. Может взять подарок коллекции. Ну, в крайнем случае, какую-то работу существует. Но галерея не может. Понимаете, она не может. Если у нее есть политика, как она будет вам продавать это место? Значит, это тоже не галерея, а салон. Ничего плохого в этом нет. Салоны тоже нужны. Смотря в каких ярмарках. Да, повышают. А, галеристам хотелось себя попробовать. Да, слушайте, интересная тема. Если вы реставратор, хотите быть галеристом. Это очень интересно. Ну, в принципе, мы будем запускать курс осенью подробный про галерейный бизнес. Сейчас у нас идет летнее предложение для тех, кто только начинает. Да, только делает первые шаги. Там есть у нас предложение по менеджменту истории искусства. Очень, очень недорогое. То есть, именно для летних каникул, без участия, без каких-то домашних заданий. Просто слушать. Но вот, Сергей, вам конкретно. Я думаю, что к осени, когда мы будем запускать вот этот наш мега-суперкурс, который мы сейчас готовим именно по галерейному бизнесу, подробно, я бы искренне вас приглашаю. А те, кто еще хочет открыть галерей или как-то в этом поучаствовать, но еще не очень знаком с предметом, приглашаю сейчас вот на курс летней каникулы. Очень, на самом деле, без огромных скидок. Подарок не классное правило? Нет, тоже нет. Не обязаны дарить. Иногда некоммерческие фонды прописывают это в контракте, это нормально, они собирают коллекцию. То есть, они выставляют, они считают вас хорошим художником в галерее. Ну, зависит от договоренности, от характера владельца. Ну, я, например, подарок никогда не брала за выставки. Для меня подарок – это вообще поработать уже с таким художником, которого я выбрала и с которым мне интересен. Понимаете? Я ему даю организацию, он мне дает то, на что у меня не хватает времени. Понимаете? Авторитетные выставки. Смотря в какой сфере. Если для галереи это арт-базель, куда сейчас, по крайней мере, в ближайшее время одна русская галерея не попадет, потому что мы не интересуем западный арт-бизнес в качестве участников, исключительно в качестве покупателей. Ну, сейчас на волне вот этой политических ситуаций какой-то интерес более-менее появляется, но это не та история. Сколько процентов берет галерея? Галерея берет условно правило 50 на 50, но если это очень важный художник и молодая галерея, это может быть 30 на 70 в пользу художника, если это очень крутая галерея и очень молодая художника, то может быть 70 на 30 в пользу галереи. Если галерея производит и очень много денег тратит на производство вашей инсталляции, то галерея вычитает, конечно, эту сумму из процентов, да, то есть без них считается, она берет их назад, естественно. Но галерея, если она разумно ведется, она инсталляция так вот, не будет строить высшей стоимости ваших работ. Да, так скажем. Что? Знаете, 50 на 50 это не круто. Вы знаете, какие расходы у галереи? Вы только представьте себе, сколько денег тратит галерея на то, чтобы вот это все делать. Вы вообще просто на секундочку представьте. А какие расходы у галереи? Помещение, ремонт помещения. Помещение, давайте, прошу, расскажу. Помещение, содержание помещения, склад, содержание склада, упаковка работ, реставрационные осмотры, хранительская, да, вот эта история вся, ведение документации, работа с клиентами, которые, знаете, сколько стоит галерейный ужин во время артбазеля? Я не говорю, что мы так, ну вообще, сколько стоит галереи съездить на артбазе с маленьким стендом? Сейчас. Примерно 400 тысяч долларов. Потому что один клиентский ужин находится в 150 тысяч долларов. В Москве, конечно, цены не такие. То есть, расходы на связи, расходы на вот эти все поездки, СМИ, пиар сейчас стоит адских денег. 50% бюджета сейчас уходит на пиар. Мы живем в таком информационном поле, что нам просто необходимо, нам надо как-то выделяться. Понимаете? Космоску, ну, знаете, не то, чтобы очень дорого. Я пока там, я перестала участвовать в наших ярмарках в 2009 году, потому что на артмоскве там была такая ситуация, что много клиентов как бы вообще не было видно. Да, все свои ходили. А Космоску, ну, может быть, да, надо поучаствовать. Нет, они не очень дорогие. Нет, ну как не очень? По сравнению с артбазером, они недорогие. Ну и кроме того, что вы платите за стенд, вы прибавите такую же сумму на содержание этого стенда. Повесить надо-нато, покрасить надо-нато, завести работу туда надо-нато. Ну, я даже, мне даже странно такие вопросы. В современном искусстве галерея вообще себя очень мало окупает. Нужны вот эти продажи другие, как мне кажется. МРФ заниматься под диджитал. Да, но как бы я бы это пока как некоммерческое ставила. То есть, если вы можете продавать что-то другое, а это постепенно привлечает публику к этому туда, конечно. Ну, или у вас есть какая-то молодая клиентура на это. У меня вопрос, интересно. Какие ваши любимые работы, известных вам ваших? Мои любимые работы? Вы знаете, у меня очень много любимых работ. При том, что я, конечно, как профессионал, не имею права на публичное выражение, о своих пристрастиях. Но я очень... Вот вдруг вы спросили, сегодня мне очень нравится работа группы «Чемпионы мира» и «Дикие песни нашей Родины». Не знаю, почему. Мне трудно это объяснить. Я очень люблю Серова. Я очень люблю Врубеля. Я люблю и Кончаловского, очень люблю Бубнову Валет. Я очень люблю Локтионова, я люблю Дейнеку. Ну, это из таких имен, которые всем известны. Мне нравится Яблонская. Мне нравится нежная работа. Мне нравится Ира Ракова, например. Вряд ли кто-то ее знает. Это художница из Парижа. У нее совершенно... У нас висит ее работа, которую мы просто купили на одном парижском аукционе за очень небольшие деньги. И на нее все обращают внимание. Она просто очень хорошая. Мне нравится. Из молодежи мне нравится и Люда Анушенкова, и Марина. Знаете, я список кораблей прочел до половины. Я могу, знаете, написать целый трактат. Что, как и почему мне нравится, что не нравится у тех же самых художников, да. Какие я люблю вещи. А какие еще я люблю вещи. Мне нравится работа именно у китайской оперы. Очень нравится. Мне нравится портрет Наташи на стуле Кончаловского. Мне нравится Филиппов. Фантастические есть работы, которые называются по названию цветов. Там, незабудка, бессмертник. Такие монохромные холсты огромные. Где город, например, с желтым на желтым нарисован. Или синим на синим. Или красным на красный. Очень много чего. Вот. Что хочу сказать. Мы действительно к осени в предлагах сделаем вот этот вот галерейный курс. Но те, кто вот, ну вот как реставратор, например, получат скидку, получат те, кто уже работает в бизнесе, да, каким-то образом. А и самое смешное, что скидка на него будет для тех, серьезных, кто у нас пройдет какие-то летние программы. Или подтянет свое издание по истории искусств, или немножко погрузится в арт-менеджмент. Особенно в логистику и в хранении, которые входят там в менеджерский пакет. Так что велкам. И сегодня до конца этой недели, до понедельника, наверное, как у нас обычно принято, скидка на летние пакеты 10%. Нет, гигера я не испытывала каких-то чувств особых, но мне очень нравится ге-интервьюзер, как ни странно, очень, хотя он многим может нравиться. Вот, записывайтесь на наши курсы, приходите учиться, слушайте наши вебинары. Надеюсь, что большинство из вас было полезно и интересно. Что-то новое я, наверное, вам сказала. Вот, спасибо за ваше внимание и хорошего всем футбола! А, кто-то занимается брендингом. кто-то, можно предложить для местного музея. Да, конечно, можно для местного музея сделать сайт. Так, сейчас. От брендинга в адмир. Можно перейти, вы просто, если вы, говорю, немножко послушайте курсы и овладеете лексикой, поймете, как устроен этот мир, да, такого побольше. Вам цены просто не будет. У нас сейчас большие проблемы с брендингом, очень большие. И с брендингом, и с пиаром, еще небольшая такая история, знаете, байк про развитие интернета, что там, 98-й год, вы можете послать нам e-mail, 2005-й там, ну, как вот развитие. У нас есть сайт. Так вот, большинство наших институций сейчас дошли до стадии, у нас есть сайт. Это абсолютно неправильно. Да, с государственной галереей сложные болота, это правда. Согласно с вами, есть очень активные, очень быстро развивающиеся, есть болотные. Юля уже не первый раз у нас, я вижу. Глуха, очень приятно, здорово. Будем рады еще раз видеть у вас, у нас. Вот. По брендингу, да, я буду просто сама первая вставка вашей клиенту. и с удовольствием буду со всеми вами сотрудничать. Все. Хорошо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok